Всем привет адепты компьютерных игр! Из названия видео вы наверняка поняли, что за топ вам предстоит посмотреть. Год выдался жарким на игры, так что после просмотра у вас точно будет во что поиграть. В описании оставлю тайм-коды, чтобы легче было ориентироваться, а также ссылки на проверенные магазины и другие мои каналы. Всем приятного просмотра! Hi-Fi Rush это новый боевик от Tango Gameworks, в котором всем заправляет музыка. Дайте отпор полчищам роботов и двигайтесь в такт музыки, чтобы наносить удары в бит, выполняя эффектные приемы и проводя совместные атаки с напарниками. Хотите похвастаться мастерством? Не сбивайтесь с ритма, чтобы заработать как можно больше очков. Игровой процесс выделяется необычной механикой ритма, потребуется вслушиваться в песни, музыкальные тона, чтобы подобрать правильную платформу для прыжка. Вовремя нажать кнопку для решения пазла или нанести удар в момент уязвимости недруга. Отдельно стоит упомянуть боевую систему. Глубина проработки позволяет использовать различные комбо и спецудары, которые сопровождаются яркими анимациями с изменениями камеры, что выглядит действительно эпично. Особенно это касается схваток с боссами, которые могут быть в высоту нескольких этажей. Местные локации невероятно большие, позволяют вдоль порезвиться, а также отыскать секреты и коллекционные предметы, которые спрятаны в округе. Только самые внимательные смогут обнаружить их все. Соберите отряд колоритных союзников и проникните в самое сердце бездушной корпорации, где встречи с вами ждут начальники всех отделов, от производства до рекламы финансов. Каждый из них готов защищать доходы компаний до последнего, так что приготовьтесь к сумасшедшим битвам под уникальный саундтрек. Финал Фэнтези 16. Компьютерная игра в жанре Актен РПГ, разработанная японской компанией. Игра должна была стать второй частью серии игр Финал Фэнтези. Игра представляет собой экшен РПГ от третьего лица, в который вам предстоит исследовать огромный открытый мир, где вы можете познакомиться со многими персонажами и существами. По мере развития сюжета необходимо включать в игру различных персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и сражается индивидуальным оружием. Как в пятнадцатой части серии Финал Фэнтези 16, сражения динамичны, и во время этих сражений вам предстоит проявлять ловкость и рефлексы, умело используя боевые навыки главного героя. Мы уничтожаем врагов, таких как пушки и могущественные существа, известные как Эйкон, с помощью оружия ближнего боя или дальнего действия с различными магическими атаками. По мере продвижения вперед мы развиваем героя, чтобы со временем сталкиваться со все новыми и новыми вызовами. Star Wars Jedi Survivor. Компьютерная игра в жанре экшн-приключения во вселенной Звездные войны. Данная часть сохраняет многие элементы геймплея предыдущей игры и добавляет новые. По словам гейм-дизайнера, у Survivor есть пять боевых режимов для атаки световым мечом. В одном из них Кел может использовать два световых меча и быстро вращаться, в то время как в другом джедае меч и бластер можно использовать одновременно. Это также позволяет персонажу использовать свой световой меч с таким же защитником, как Кайл Лорен. В этом случае урон велик, но Кайл движется медленнее. Разработчики уделили особое внимание зрелищным кинематографическим сражениям, которые создают ощущение присутствия в фильме. По сравнению с предыдущей частью битвы, сражения оказались во много раз более зрелищными, благодаря уникальному мультсериалу и нетипичной механике, направленной на каждого противника. Например, абсолютно у всех противников, которые встречаются на пути, есть слабые места, и вам нужно найти их, и после нанести удар по менее защищенной части противника. Это выглядит просто, но на самом деле вы столкнетесь с проворными противниками, что является настоящим испытанием даже для опытных игроков. Hogwarts Legacy представляет собой легендарную ролевую игру с немаленьким открытым миром. Все действия происходят в школе, где обучают чародейству и волшебству. Сюжет игры расскажет игрокам историю колдуна с первых лет его жизни в Хогвартсе. Ключ к разгадке древней тайны – это то, что угрожает волшебному миру, поэтому его нужно срочно отыскать. Персонаж является необычным учеником, так как обладает необычной способностью воспринимать и обладевать древней магией. Относительно геймплея, то игроку придется исследовать волшебный замок и его окрестности. В момент приключения нужно будет развивать своего персонажа, тем самым изучать новые заклинания, открывать доступ к новым локациям и секретам, а также встречаться с фантастическими животными. Этот проект способен приятно удивить и порадовать любого игрока, вне зависимости от того, какой жанр он предпочитает. The Whatlust Trials является интересным проектом, который представляет собой серию ужастиков, что успело полюбиться огромному количеству игроков. Действия игры происходят во вселенной, когда идет эпоха войны. Игрокам нужно взять на себя роль испытуемого, при этом придется объединиться с тремя героями, чтобы выжить. Студия, которая создавала игру, порадовала анонсом нового хоррора. Игроки могут пробовать свои силы в прохождении игры не только в одиночку, но и вместе с друзьями. Новинка способна порадовать любого игрока, вне зависимости от того, какой жанр он предпочитает. Придется пощекотать свои нервы, чтобы спастись. И именно от действия игрока зависит многое. Стоит только захотеть и приложить старания, чтобы победить врагов. В игре придется выживать, чтобы ученые не смогли ставить опыты или убивать ради получения результатов ни в чем не повинных людей. Разработчики постарались сделать игру максимально насыщенной, яркой, а также интересной. Octopart Travel 2 Действия происходят в Соластии, в мире, восточный и западный континент, которые разделены морем. Лишь недавно наступила новая бурная эпоха, когда паровая энергия возродила революционные технологии и большие корабли вышли на морские пути. Некоторые из его жителей обожают гламурных звезд и гениев сцены, в то время как другие погрязли в войнах, эпидемиях и бедности. Восемь обитателей этого далекого мира одновременно покинули разные места, чтобы преследовать свои собственные цели. Позвольте роли одного из них свободно исследовать новые страны и полагаться на уникальные способности героя. Первая часть получила заслуженное признание критиков и миллионов игроков по всему миру. Студия Square сразу же приступила к разработке над Ситвилом, который стал в несколько раз крупнее и насыщеннее своего предшественника, так как события рассказываются от имени нескольких персонажей, каждый из которых обладает уникальным взглядом на происходящее, а также чертами характера и особыми способностями. Игрокам необходимо поближе познакомиться с персонажами и адаптироваться к быстро меняющей ситуации, потому что история нелинейна. Resident Evil 4 Remake – приключенческий экшен от третьего лица, где мы вновь отправляемся на борьбу с коварным и бездушными зомби. Исполни роль главного героя – агента Кеннеди, которому предстоит пройти немало испытаний, чтобы достичь поставленной цели – спасти дочь самого президента. Все задания он всегда исполняет с легкостью и точно в срок. На этот раз Кеннеди сталкивается с более ужасными вещами, к которым нужно как следует подготовиться. Одним из важных обновлений игры стоит отметить ее график, которая стала в разы реалистичнее, а поэтому ты попадаешь в еще более жуткую, держащую в напряжении атмосферу. Мир игры стал максимально детализированным и проработанным, что позволит игроку исследовать все, даже самые потайные локации. Правильность решений будет влиять на ход событий, поэтому всегда нужно быть внимательным, стараясь продумывать каждый шаг, подключив смекалку и хитрость. Сюжет насыщенный и многолинейный, а поэтому скучать у тебя точно не будет времени. Street Fighter VI – культовый эпизод легендарного файтинга, который выводит игру на совершенно новый уровень. Главным преимуществом этой части приключения является использование нового движка под названием Re-Energy. Он был использован в качестве основы для ремейков и последних частей серии Resident Evil, а это значит, что вас ожидает продвинутая модель фигур, высокий уровень детализации и методы доработки. Бойцы стали выглядеть намного лучше, приобрели реалистичную форму тела и теперь готовы шокировать своей физической подготовкой. Но даже в таких условиях они выглядят огромными, накачанными и опасными, что на самом деле необходимо для такого жанра развлечений. Боевая механика Street Fighter VI не сильно изменилась. Вам в свою очередь доступны различные стили ведения боя, в зависимости от того, какой тип персонажа был выбран. В комбинации различных атак, специальные сражения и многое-многое другое. А еще в игре есть много дополнительного контента, который после открытия можно настроить даже на главных героев игры. Diablo 4. Действие игры происходит в Санктуарии. Война стала причиной гибели миллионов людей. Времена страданий повергла многих в шок. Игрокам предстоит остановить войну во что бы то ни стало. Компания, которая создала эту игру, смогла тщательно прорисовать детали и сделать проект реалистичным. Теперь полноценное продолжение популярной игры готовы удивлять еще больше. Игра создана в жанре симулятора с элементами RPG. Разработчики сделали качественную графику и игровой процесс. Эта серия игр неоднократно радовала игроков своими особенностями и техническими характеристиками. Есть уникальный геймплей и мрачная атмосфера, что стало визитной карточкой проекта. Сюжет был полностью переработан и улучшен. Согласно истории, то дочь Мефисто возвращается в город. А если верить преданию, то она стала родоначальницей человеческого рода. Героиня имеет безграничные силы и может пробуждать не только темные чувства, но и убивать надежды. В процессе разработки создатели решили соединить пару частей серии игр. The Legends of Zelda Thieves of the Kingdom Это приключенческая игра с открытым миром. Одним из самых важных нововведений в игре станет исследование небесных просторов Хайрула. Теперь игроки могут отправиться в увлекательное путешествие по небу и понаблюдать за бескрайними просторами с высоты птичьего полета. Это еще больше увеличит свободу передвижения в воздухе и возможности исследовать окрестности в игре. Игра представляет собой шутер от третьего лица с элементами выживания, в котором основное внимание уделяется исследованию и решению головоломок. Геймеры столкнутся со многими монстрами, которые часто требуют особой тактики, блокирования и выжидания идеального момента для нанесения удара. Нам также нужно заботиться о снаряжении, готовить напитки и еду, которые могут улучшить нашего героя. Наследие главного героя ищет слезы королевства, которые помогут восстановить мир и процветание в Хайруле. Путешествие полно опасностей и приключений, и Линку придется преодолеть множество трудностей, чтобы достичь своей цели. Королевство Хайрул снова находится в серьезной опасности, а в виде армии монстров, находящихся под влиянием коварной луны. Линк, главный герой игры, вновь сражается за оборону земли и отправляется на висящие в небе острова в поисках способа предотвратить катастрофу. Вот все 10 игр, которые я подобрал для вас в этом видео. Думаю, хоть парочку игр для себя вы присмотрели. Также не забываем оставлять свои комментарии под этим видео, ставить лайки и подписываться, потому как у меня здесь много интересного. Спасибо за просмотр и всего хорошего.